Всем привет! В сегодняшнем выпуске я хотел бы рассмотреть особенности невербального поведения человека в рамках Рэвбаттлера. Думаю, выпуск будет вам полезен, так как мы время от времени сталкиваемся с таким неосознанным поведением в реальной жизни во время различных конфликтов. И важно не только правильно реагировать на это, но и уметь противостоять негативному психологическому воздействию. Ведь, как правило, кто проигрывает на ментальном уровне, тот и проигрывает в итоге. Предначалом стоит сказать, что мы рассматриваем исключительно невербальное поведение участников батла, а не оцениваем, кто круче или кто хуже. В поединках, помимо основного выступления, происходит неосознанная битва на подавление психологического настроя соперника. Давайте рассмотрим это на примере Оксимирона. Основное правило психологического подавления это войти в интимную зону человека. Эдвард Холл, американский антрополог, в рамках одного из направлений невербального общения, или, как еще говорят, проксемика, который занимается пространственными условиями общения, выделил несколько типов зон. И вот основные из них. Общественная зона – это когда мы говорим группе людей на расстоянии более 3,5 метра. Социальная зона – это наиболее комфортная дистанция между нами и незнакомым человеком. Личная зона – это расстояние между нами и нашими друзьями. И есть интимная зона – это уже расстояние, в которое могут вторгаться только близкие нам люди, с которыми у нас тесная эмоциональная связь. И если человек из социальной зоны вторгается в наше личное и интимное пространство, то это вызывает у нас дискомфорт или же раздражение. Хождение в интимную зону может сопровождаться агрессивным и пристальным взглядом. И если противник отведет взгляд, то он проиграл на ментальном уровне, что может отобразиться на его подаче и уверенности в целом. Что-то похожее происходит в мире животных, когда, к примеру, лев или тигр, который признает силу противника, склоняется перед ним и не дает ответную реакцию. Таким образом чувствует свою неуверенность и слабость. И напротив, когда оба самца, чувствующие уверенность в себе, будут рычать друг на друга с одинаковой силой. Давайте посмотрим, как это делает Оксимирон. Когда он заходит в интимную зону, его противник всячески отворачивается и отводит взгляд. Например, похожая ситуация происходит со многими в жизни, когда на улице навстречу идет человек и смотрит пристально вам в глаза. И почувствовав неуверенность либо неудобство, вы опускаете взгляд вниз. А теперь обратим внимание, как в похожей ситуации, когда подавляет, ведет Оксимирон. Он стоит уверенно и смотрит пристально в глаза. Оппонент пытается войти в личное пространство, но тот контролирует его взглядом любое движение. Тот, в свою очередь, не рискует подобраться поближе. Рассмотрим батл Оксимирона и Гнойного, который вы так просили разобрать. Поведение на подобных мероприятиях, как я и говорил ранее, основан на нарушении личного пространства. И в данных случаях жесты, использованные участниками батла, не имеют однозначного значения. То есть, в них нет никакой загадки или того, что требует тщательного анализа. Все достаточно просто. Практически у всех цель одна. Задеть и подбить уверенность соперника. Оксимирон делает попытку вторгнуться в личное пространство своего противника. Дотрагивается до плеча, чтобы не дать ему уйти от напора. И с каждым разом все ближе и ближе. Но тот ведет себя достаточно спокойно и не вводит взгляд. Возможно, потому что есть очки. Указывание пальцем, который часто используется участниками, является одним из самых агрессивных жестов. В данном контексте обозначает пренебрежительное отношение к своему оппоненту. Перед тем, как мы перейдем к моменту, в котором Оксимирон начинает ментально проигрывать, Давайте рассмотрим, как ведет он себя обычно в тех моментах, когда точно уверен в победе, ну и себе. Стоит он вполне спокойно и контролирует своего противника взгляда. Не дает подойти поближе. Но если и подходит, никак не реагирует и стоит вполне спокойно. Не ведется на провокации и сценарии соперника. Он спокойно владеет ситуацией и контролирует ее. Когда человек спокойный и уверенный, то никакие негативные и лишние мысли не занимают его голову. И он может контролировать ситуацию. Запомните этот пример поведения, если кто-то в жизни будет также предпринимать попытки задеть вас или подавить. Конечно, время от времени проявляются небольшие сигналы нервозности, переживаний и даже стресса. Полностью спокойным стоять, тем более в такой ситуации, невозможно. Но на фоне его постоянного поведения и состояния это незначительно. По нему сразу видно, что Оксимирон достаточно уверен в себе. Но в этот раз он ведет себя по-другому. Он явно чувствует своего рода угрозу в лице соперника. Конечно, на это есть свои причины внутри этой культуры. Но еще раз повторю, я оцениваю лишь то, что вижу в этом видео. На этом моменте можно заметить покачивание с задеванием соперника. Таким жестом он дает понять, что его задевают слова. И он видит в них потенциальную опасность для своего положения. И таким образом он пытается как бы оттолкнуть противника подальше. Альбом такая срань, что его хвалит Нойс. То есть врубаешь? Поджатие губ свидетельствует о сдерживании негативных эмоций и печали. Затем следует сигнал притворного дискомфорта. Это оскорбляющий жест, который показывает степень своего недовольства. Намеренно преувеличивание и показывание, что человек страдает. Правда, к концу третьего раунда он опять сменяет свое поведение на более уверенное. На этом моменте мы видим ситуации, как была с Джонни Боем. Когда Оксимирон подавлял его и тот отводил взгляд. То же самое можно увидеть и в противоположной ситуации. Отворачивается уже Гнойных. На этом моменте Оксимирон вторгается на территорию своего противника. Таким образом пытается его сбить с толку и показывает, что ему нечего бояться. И он уверенно может чувствовать себя даже на вражеской стороне. Из этого всего можно сделать вывод, что оба оппонента в целом чувствуют себя наравне. Я не стал подробно разбирать этот выпуск по каждому из невербальных сигналов. А лишь упомянул основные моменты, которые используют участники таких мероприятий. Подобные сигналы и способы воздействия вы часто можете встретить в жизни. Надеюсь, информация о выпуске была для вас полезной. А на сегодня у меня все. Пишите в комментариях, на какую тему вам интересно увидеть следующий выпуск. Подписывайтесь на нас в социальных сетях. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новый выпуск. Следите за людьми и не оставайтесь в дураках. Джонни Бой пытается войти в его личное пространство. Но тут... Какие умные вещи и Джонни Бой и Ксимирор. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok